Чихание – естественный процесс самоочищения носа от случайно попавшего в него маленького инородного предмета, частички пыли, бактерий. Вообще это естественный процесс, но если нужно чихнуть и не получается, есть и другие способы его вызывания. Однако следует помнить, что если в носовые ходы попал какой-то мелкий предмет, а чихание вызвать не удалось или удалось, но оно оказалось неплодотворным, то не следует тянуть время, а нужно показаться грамотному специалисту, врачу-утоларингологу. Энтон Пепеп. Как заставить себя чихнуть? Капли в нос. Закапайте в нос сок каланхоя или свекольный сок. Можно закапать нос обычной водой. Или взять стакан воды и опустить в него кончик носа, неглубоко. Через несколько секунд достаньте, это может спровоцировать чихание. Нюхайте. Понюхайте черный, не красный. Молотый перец. Однако нужно следить, чтоб его не попало слишком много в дыхательные пути. Поэтому можете взять щепотку перца, подбросить его вверх и глубоко вдохнуть. Или же насыпьте его на тарелку, сверху прикройте марлей, наклонитесь и медленно вдохните. Вместо перца можно использовать и другие измельченные пряности. Хорошо помогает еще понюхать табак. Или просто медленно глубоко дышите носом. В аптеке продается чихательный порошок, приобретите и следуйте инструкции. Щекотка, раздражение, слизистые оболочки. Возьмите носовой платок, сверните в трубочку и острым кончиком поворошите в носу. То же самое можно делать с бумажной салфеткой. Покрутите у самых ноздрей, неглубоко. Ватной палочкой. Можно сделать тонкий ватный жгутик, турунду и глубоко засунуть в нос. Пощекочите в носу перышком. Попробуйте выдернуть из носа волосок. Свет. Попробуйте посидеть, запрокинув голову назад. А затем посмотрите на солнце. Или просто посмотрите на яркий свет. Рядом со зрительным нервом находится тригиминальный нерв, который ответственен за чихание. Поэтому стимуляция одного нерва может спровоцировать раздражение другого. Холод. Вдохните холодный воздух. Если его нет на улице, то откройте морозилку и глубоко вдохните. Продукты. Пожуйте листочек мяты, мятный леденец или жевательную резинку. В крайнем случае попробуйте выпить мятного чая. Выпейте газированную воду. Брови. Попробуйте выщипать брови. Раздражение мышц век может стимулировать возникновение чихания. Или аккуратно почешите место рядом с бровями. Осторожно помассируйте переносицу, некоторым помогает. Балуйтесь. Поучитесь чихать просто так. Это может привести к появлению настоящего чихания. Или попробуйте воспроизвести звуки, которые издают слоны. Приложите ладонь к губам, сложенным трубочкой, и погудите. Попробуйте выгнуть язык и почесать им место соприкосновения твердого неба и мягкого. Не чихайте просто так ради забавы. А если что-то серьезное попало в нос, то способами самолечения пользуйтесь только до того момента, когда покажетесь врачу. Именно специалист должен доставать инородные тела из носовых ходов. Не откладывайте визит к нему. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.